Ёж. Насекомоядное млекопитающее. Вес 700-800 граммов. Иглы короткие, не более 3 сантиметров. Голова и брюхо покрыты грубоватыми и обычно темно-крашенными волосами. Тело сверху из боков покрыто иглистым панцирем. Под кожей расположены мышцы, при сокращении которых Ёж свертывается, приобретая форму колючего шара. У Ёжа 36 зубов. Распространен в Европе и Азии. Живет в лесах, лугах и степях. Летом Ёж не строит каких-либо убежищ. На время отдыха укрывается в любых укромных местах. В колючем кустарнике и тому подобное. Зимой впадает в продолжительную глубокую спячку. Перед этим накапливает жировые запасы. Каких-либо кормов не припасает. Пробуждается рано весной, когда в лесах еще лежит снег. За время спячки сильно худеет. Вскоре после выхода из зимних убежищ у Ёжи начинается брачная пора. Гон. Самка рождает обычно пять детенышей. Ёжата появляются на свет слепыми, голыми, с ярко-розовой кожей. Но уже через несколько часов после рождения у них появляются светлые и темные, сначала мягкие, иглы. Даже слепой Ёжонок может свертываться клубком. Питаются Ёжи личинками комаров-долгоножек, жуками, жужелицами и жуками-навозниками. В условиях неволи Ёж может съесть гадюку. В лесу собирает на себя клещей, в том числе энцефалитных, больше, чем любой другой зверь. Иглистым панцирем Ёж как щеткой счесывает голодных клещей, забравшихся на травы. Однако от клещей, впившихся между иглами, он не может избавиться. На способность Ёжей собирать на себя большое количество лесных клещей обратили внимание специалисты-паразитологи и стали использовать их для количественного учета клещей в природных очагах энцефалита и тулеремии, острой инфекционной болезни животных и человека, заразившихся ею от больных грызунов. В литературу вошла даже особая единица учета – Ёжи-час, означающая количество клещей, собранных ежом на себя за один час пробега, по очаговому участку леса. Субтитры создавал DimaTorzok